В воскресенье в самом начале 12 часа ночи оперативному дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о ДТП на улице Толмачевской. Требовалось содействие спасателей. На месте были через 12 минут. На месте обнаружено столкновение двух транспортных средств легковых автомобилей, в результате которых в одном из автомобилей была зажата женщина 84-го года рождения. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента женщина была деблокирована. На месте была оказана первая помощь. После чего пострадавшую женщину-водителя автомобиля «Хонда» передали врачам скорой медицинской помощи. Об обстоятельствах и причинах этого ночного ДТП знают в госавтоинспекции региона. 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес», двигалась по Толмачевскому шоссе в направлении улицы Хилокской. И при неустановых обстоятельствах совершила выезд на полустречное движение и столкнулась с автомобилем «Хонда Цивик» под управлением 36-летней женщины. О результатах этого дорожного происшествия мы уже знаем. Они предсказуемы при столкновении встречных автомобилей. Впрочем, и вероятные причины ДТП тоже не удивляют. Неопытность одной из женщин-водителей. Одной из причин этого ДТП послужила невнимательность водителей и небольшой стаж управления транспортным средством 30-летнего водителя. Водительское удостоверение женщина получила 21 марта текущего года. Водитель «Мерседес». Водитель «Мерседес». И немного о хороших тенденциях, которые наблюдаются на автомобильных магистралях Новосибирска. Спасатели замечают, что участники дорожного движения стали пропускать автомобили спецслужб. В последнее время отношение водителей все-таки изменилось к экстренным службам. И довольно-таки пропускают. Связано, скорее всего, с пониманием, все-таки осознанием того, что кому-то идем на помощь. И эти помощи может понадобиться и к близким в том числе. И пропускают. Так что в настоящее время машины скорой помощи, пожарные или спасатели к вам могут опоздать в основном только из-за автомобильных пробок, которые в Новосибирске и его окрестностях, к сожалению, не редкость.